Всем привет! Это OPPO FIND N3 и он может делать так, вот так, а еще так, так и даже вот так! С вами Евгений и мега обзор мега раскладушки, в котором найдется место для сравнения Samsung Galaxy Z Fold 5, Huawei Mate X3 и Xiaomi Mix Fold 3. И даже с iPhone 15 Pro Max немножко сравним этот опчик. Погнали! Пару слов об отличиях OPPO FIND N3 и OnePlus Open. Их нет! Это один и тот же продукт, но ориентированный на разные рынки. Причем и OnePlus и OPPO будут продаваться глобально с глобальными прошивками. Например, в США и Великобританию пойдет OnePlus, а в Таиланде, Австралии и России будет OPPO. Наше представительство уже это подтвердило, вот этот телефон будет у нас официально продаваться. Но цены пока представительство не называет. Короче, там где позиции OnePlus сильны, будет OPPO, а там где сильна OPPO, будет FIND N3. Все просто. И пусть российская цена пока не озвучена, мы можем отталкиваться от глобальной, а она кусается. В Европе за OnePlus Open просят 1800 евро или 180 тысяч рублей. В Австралии FIND N3 выйдет за 2700 местных австралийских долларов или 162 тысячи рублей. В Китае за FIND N3 просят от 10 тысяч юаней или от примерно 140 тысяч рублей. То есть в России это в любом случае будет что-то на богатом. Возможно, 159 тысяч 990 рублей. Но это просто чистоты с потолка взял. И еще про региональные особенности. В Китае два варианта памяти. 12.512 и 16 на 1 терабайт. А во всем мире будет лишь одна версия по памяти 16.512. OnePlus Open предлагается в черном и зеленом цветах, а глобальный FIND N3 может быть черным и золотым. В то же время в Китае аж 4 расцветки FIND N3. К известному уже зеленый, черный и золотой добавляется эксклюзивная красная, которая есть только у терабайтника. Топовые варианты на 1 терабайт в Китае заводятся коллекционными лимитками и отличаются комплектом. В нем два кабеля, один USB-C, другой USB-A. Есть автомобильная зарядка, сетевой адаптер на два гнезда. А чехол идет с выдвижной подножкой, чтобы можно было ставить девайс на стол. Причем аксессуары черные. Заказать лимитированную китайку, если заинтересовало, можете в гаджет-лавке, например. Ссылка в описании. И, кстати, я не знаю, озвучивал ли это кто-то до меня ранее, или данная информация будет эксклюзивом, но держите. У OPPO FIND N3 международная гарантия. И российские сервисы будут брать на обслуживание любые N3 для любого региона. Даже китайские раскладушки будут обслуживать у нас. Это вот инфа от российского офиса OPPO. Эксклюзивчик, наверное, да? Можно ей верить. У китай, к слову, поддерживаются все нужные нам бенды 4G. Есть русский язык из коробки и гуглы ставятся легко и просто. А стандартный комплект во всех регионах одинаковый, как у нас. В него входит документация, один кабель, одна зарядка, иголка SIM и чехол без подножки. Из двух половинок на задницу и на передницу наносится. Крышки золотого и зеленого OPPO OnePlus сделаны из стекла, а черного и красного выполнены из эко-кожи. И это не новомодная, стрёмная псевдокожа, как у последних Xiaomi, или кто там еще в коже пытается, а что-то клевое, типа Vivo X-Fold Plus. На ощупь очень классный материал. И вообще в черном цвете он выглядит просто офигенно. Строго, стильно и напоминает чем-то старые камеры. Особенно мне понравился акцент со вспышкой в углу. Ну а блок камеры, конечно, гигантский. Но это тот самый редкий случай, когда за внушительным оформлением стоят внушительные результаты. Чуть позже покажу, как снимает. Не переключайтесь, друзья. Шайба знатная. А вот сейчас я расположил телефоны по весу. От самого легкого к самому тяжелому. 221 грамм и 255 граммов карбоновая версия Mix Fold 3. Обратите внимание, какой прогресс сделал iPhone от 14 к 15. То есть от одного из самых тяжелых к самому легкому. Это Vivo X90 Pro Plus, Xiaomi 13 Ultra, Samsung S23 Ultra. Опа с кожаной крышкой. Со стеклянный он потяжелее на 6 граммов. Это Huawei с кожаной крышкой. Они весят одинаково с кожаной крышкой. Ну, псевдокожа. iPhone, Samsung, ну и карбоновый Mix Fold 3. Вот такая вот история. Очень наглядно. Кто есть кто. И обратите внимание на оформление камер. Китайцы, конечно, к этим шайбам прям тяготеют. Но Опа на фоне всех остальных это прям какой-то обобус гигантский. Про эргономику Opa Find N3 выскажусь. Она, в принципе, хороша. Несмотря на вот эту вот шайбу, она даже помогает. Потому что, когда держишь телефон вот так, у тебя пальчик упирается в блок камер. И тебе нормально, хорошо, вот даже помогает. Однако расположение камеры внутри этого блока не совсем удачное. Потому что ширик, он располагается снизу. И у тебя палец всегда, вот видите, лезет в объектив. Приходится перехватывать. Они эту ошибку сделали с Opa Find N оригинальным. В N2 исправили. И в N4, очевидно, будут тоже исправлять. Вот камера ширика. Ее нужно куда-то переместить. Иначе она намешается действительно. Вот здесь. А так, конечно, легкий, удобный. Мне нравится. Что касается внешнего экрана. Они оставили ширину от N, от N2, но добавили ему высоту. И он остался по ширине, по хвату все еще удобным. И по высоте вполне себе полноценный дисплей. Xiaomi гигантский на его фоне. Посмотрите, прям огромный такой. Я не скажу, что он удобный. Вот это меня смущает. В нем даже в раскрытом виде Xiaomi пользоваться несколько некомфортно. Он слишком большой, мне кажется. Если они перешли вот эту вот грань, когда раскладной телефон удобен. Многовато. У Samsung вот такой дисплейчик в сравнении. Очень узенький, конечно. По высоте близко. Но узковато, с клавиатурой не так удобно работать. У Huawei дисплей похож. По хвату. Ну, поудобнее, наверное, будет Huawei. Из интересного. У телефона есть трехпозиционный тумблер аудиорежимов. У других раскладушек, что у меня на столе, такой фишки нет. Сканер пальца находится на боковой кнопке. Вопросов к его работе вообще никаких. Есть икпорт, что является нормой для китайских смартфонов. Он есть и у Huawei, Xiaomi, но его нет у Samsung. Samsung полагается на приложение SmartThings с беспроводной технологией. Лоток в телефоне двойной. Может принять в себя две сим-карты формата nanoSIM. Все эти раскладушки, которые на столе, они все двухсимочные. Но не все могут работать с eSIM. Xiaomi Mix Fold 3 это только для Китая смартфон. Тут eSIM нет, потому что в Китае eSIM не пользуется популярностью. Не распространена технология, в принципе. У Huawei, несмотря на то, что это глобалка, тоже нет eSIM. Но eSIM есть у Samsung. И вот у глобального OPPO. У китайского Find N3 eSIM не будет. Динамики, друзья! О, это просто песня! Тут звук выводится через три динамика. Есть два полноценных мультимедийных. Вот здесь и вот здесь. И ему помогает разговорный динамик, из которого звук выводится вот через эту щель и через вот эти вот отверстия. Тут, кстати, есть еще внизу отверстие, но это декоративная история. Для красоты сделали. Все это вместе, друзья, играет просто изумительно для смартфона. Вот у меня на столе вот сейчас четыре телефона лежит, да? Вот эти три, Samsung, Huawei и Xiaomi, это полуторки. И их даже можно как-то посравнивать между собой. Понять, что Samsung в каких-то таких моментах лучше играет в Huawei, в каких-то других Xiaomi там что-то тоже пытается. Но это просто ни о чем в сравнении с OPPO. Вот это прям какая-то другая лига, низшая. OPPO играет на совершенно другом, недостижимом для других уровне. Оскорник. Иснух, дарить, истинься нам его как космонок. И это ребят, а вот ещё. Оскорник. Иснух, дарить, истинься нам права. Иснух, дарить, истинься нам права. Линейный вибромоторчик есть у всех этих телефонов, но количество эффектов в системах разное. Хуже всего дела обстоят у Huawei. Вам придется сильно постараться, чтобы найти сценарии, в которых моторчик как-то проявлял бы себя. Huawei очень стыдно, нужно стараться лучше. На втором месте по количеству сценариев с конца, на мой взгляд, Samsung находится. У него, конечно, эффектов уже побольше, чем у Huawei, но все же их не сильно много. А вот между Oppo и Xiaomi я определиться не могу. Их и там, и там куча. Обе компании уделяют внимание взаимодействию пользователей с системой, за что им респект. О, давайте теперь, друзья, про складочку поговорим. Мы же любим складочки. Лучше всего посмотреть на нее под источником света. Вот, мы разложили все четыре телефона, и, в принципе, ситуация понятна. Хуже всего со складкой дела обстоят у Samsung Z Fold 5. Чуть лучше у Xiaomi Mix Fold 3. Перепад высот там не такой глубокий, как у корейца, но все же неровность ощущается. У Huawei складка на свету видна, но пальцем ощущается слабо. Точно лучше, чем у Samsung и Xiaomi. Но у Oppo Find N3 складку не то, что визуально сложно разглядеть. Ее практически невозможно нащупать. При обычной эксплуатации у тебя практически идеально ровная поверхность. Ничего не замечаешь ни пальцами, ни глазами. И лишь если задастся такой целью ее определить и прям надавить, то ты ее заметишь. В общем, инженеры Oppo молодцы. Это лучшая складка, которая существует на всех раскладных смартфонах. Прям топчик. Теперь постараюсь передать ощущение от шарниров, хрусти и удобства раскрытия. Вот, прямо сейчас буду перед вами их трогать. Начну я, пожалуй, с Xiaomi. У него есть звук. У него, на самом деле, после первого включения уже был какой-то хруст. Открывается туго, закрывается, кстати, очень просто. То есть, закрытие какое-то такое, не слишком премиальное, мне кажется. То есть, как будто вообще свободный ход здесь. Раскрывается удобно. Но мне не нравится у Xiaomi, как торцы сделаны. Они прям такие дешевые. Тут очень много фасок. И все кажется таким действительно дешевым по ощущениям. Huawei давайте пощупаем. У Huawei торцы скругленные. И очень неудобно вот это вот действие производить. Вот просовывать туда пальцы. Сложновато. Туго раскрывается. Закрывается с ускорением. То есть, есть какой-то доводчик. Прямо прямо туда. Тоже есть хруст. Тоже сразу появился. Я не знаю, слышно на камеру нет, но как бы присутствует. Ну, как бы непонятно. Samsung теперь. Нужно приложить усилия к раскрытию. То есть, подлезть можно, но он туго. И раскрывается туго, и закрывается туго. Тоже звуки появились. Причем, много звуков появилось. И опа. У него звуков пока нет. Каких-то посторонних таких. Раскрывается легко. Закрывается легко. Но это не та легкость, знаете, чтобы упустить как-то его из рук. Ну, самый сбалансированный, мне кажется, механизм раскрытия-закрытия. Вот именно по ощущениям. Опа. Действительно, не надо прилагать каких-то больших усилий. Фига себе, ты его раскрыл. Вот. Легко и просто. Samsung нужно надавить. Вот придержать вот этими пальцами. Сюда в боковину его. И после этого раскрыть. У Huawei тоже. Он очень скользкий. Вылазит. Мне вообще не нравится, как он раскрывается. Здесь просто неприятно держать корпус. О, Xiaomi. Ну, вот как-то так. Я думаю, ни у кого из вас не будет возможности все четыре телефона. Надо временно пощупать. Поэтому я постарался передать вот эти вот свои наблюдения и ощущения. Надеюсь, было полезно. Вера в долговечность внушает не только отсутствие хрустов и странных звуков за несколько дней эксплуатации. Он у меня уже около недели. Обычно эта тема хрустящая проявляется довольно быстро. Но внушает доверие и замеры самой ОППО. Телефон сертифицирован на 1 миллион складываний. А по внутренним тестам раскладушка выдержала не менее 100 тысяч складываний в плюс 50 градусов и минус 20 градусов. Говорят, что механизм максимально долговечен и продержится всю жизнь. Представляете? Интересно. Действительно, как долго продержится этот телефон? Может, правда, потом будем снимать обзор или через 10. А они будут живее всех живут. Прикольно. Сертификации по защите у девайса нет. Однако производитель уверяет, что N3 легко переносит повседневные невзгоды. Все слабые места изучены, проанализированы и усилены. Проверять ее в воде я, конечно, не буду. Потому что дорого и потому что моя прелесть. Но я думаю, проблем с ним быть не должно на самом деле. То есть, если его там окропить как-то. То есть, никаких проблем с этим не будет. Характеристики внутреннего экрана и внешнего экрана OPPO Find N3 на ваших экранах. Какая ловкая тавтология, не так ли? По спецификациям тут все здорово. И динамическая частота имеется. И шим диммирование на частоте 1440 Гц предусмотрено. И, конечно, высокая яркость. Начнем с шима. Это Xiaomi Mix Fold 3. Это Samsung Galaxy Z Fold 5. Это Huawei Mate X3. И это OPPO Find N3. На 100% яркости коэффициент пульсации меньше всего у Huawei. Он не набирает даже 4%. Очень хороший коэффициент пульсации. А нет, 4 все-таки попытался взять. У OPPO на такой яркости максимальный 14,5%. У Samsung 47%. Если повышенную яркость убрать, то тоже будет 47%. То есть, неважно. У Xiaomi коэффициент пульсации на максимальной яркости его в таких условиях 15%. Снизил яркость у всех телефонов до вот такого вот примерно значения. И давайте замерим коэффициент пульсации. У Huawei 20%, а нет, 13% всего шим. У Samsung, красавчика корейского, 100 с лишним коэффициент пульсации. У OPPO в таких условиях 13%. У Xiaomi 30%, ну 40%. С помощью нехитрых манипуляций с выдержкой камеры мы можем проиллюстрировать вам, как выглядит шим на этих самых телефонах. Ну вот видно, что с максимальной яркостью Huawei действительно наименее шимный. Самый плохой это Samsung. Эти вот на максимальной яркости очень похожи. И при сниженной яркости шим получает вот такую визуализацию. Чем шире полоса, тем хуже. Вот так вот. Чем меньше полоски, тем лучше. По частоте обновления экрана у меня непонятки. Для обоих дисплеев обещают переменную частоту. Но на деле я нигде ее не встречал. Экраны и внешние, и внутренние всегда работают на частоте 120 Гц, либо 60 Гц. И не снижают ее в простое почему-то. Ни там до одного, ни до 10 Гц. Режимов частоты здесь три штуки. Авто 60 и 120 Гц. Но опять же, ни один из них не гарантирует, что у вас везде будет до 120 Гц. Все же придется воспользоваться сет-эдитом и прописать там спасительную единичку. Это ладно, вопрос решаемый с частотой в интерфейсе. Но нет адекватного способа выключить лок-фпс после нагрева девайса. Об этой дикости чуть позже. А пока о хорошем, о софте. Считается, что лучший раскладушечный софт дает Samsung. У него есть разделение экрана на три части и нижний док. Это типа круто. Точнее, было круто до выхода Oppo Find N3. Смотрите, здесь есть док. Его можно выводить поверх приложения. Вот так вот мы зажимаем палец внизу экрана и появляются иконочки. Недавно открытые программы. Те иконки, которые мы хотим, чтобы всегда были в доступе в быстром. И вот здесь слева у нас библиотека приложений. Вот все приложения. А вот эта иконка отвечает за файлы. Те файлы, которые вы недавно сделали. Фотографии, там скриншот, они все попадают вот сюда. И очень удобно переключаться между всем этим безобразием. Если не нравится вам док, вы просто взяли его и скрыли. Ну а теперь будет настоящая магия. Вот мы смотрим YouTube, но нам нужно запустить что-то еще. Мы разделяем экран двумя пальцами. Этим нас не удивить. Мы видели такое уже UN, UN2. Запускаем, например, музыку. Теперь у нас вот музыка, она идет в полный экран. И в полный экран у нас YouTube. Можно переключаться таким образом, таким образом. Мы, например, не хотим горизонтально. Мы хотим сделать вертикально. Мы можем это сделать. Вот так у нас. Сверху и снизу теперь. Можем вернуть обратно. Вот слева-справа. Если нам не нравится полный экран, мы можем сделать вот так. То есть, чтобы был, например, один в полный, другой был вот на писюлечку. Мы можем и этот экран уменьшить. Вот, чтобы было два экранчика, вот разделение, без вот этих вот пролистываний вверх и вниз. Ну, два экрана, друзья, это хорошо. А три еще лучше. Фига-с, у нас теперь три экрана. Мы можем делать вот так. Если мы хотим сразу увидеть их, пожалуйста. Вот жесток четырьмя пальцами, и мы увидели сразу все экраны. Вот мы их расширили. Офигенно, офигенно. Мы можем менять их местами, пожалуйста. Можем, например, развернуть приложение. Вот так. То есть, в полный экран. Здесь в полный экран. И здесь у нас маленькое окно. То есть, комбинации огромное количество. Ну, и хотим вернуть назад, если в три экрана, пожалуйста. Мы можем тоже это вот сделать. Вот. Все, у нас три экранчика вернулись. То есть, если какое-то приложение нам здесь не нужно, то можно заменить его, переключить на что-то другое. Ну, например, можем покатать камушки в игре. Empire Sun Puzzles, допустим. Параллельно мы смотрим видео. И в то же время мы здесь что-то как-то вот играем. Баннеры, баннеры. Вот, можем что-то играть. Ага. Здесь у нас опять что-то, что нам не нужно, стало неактуальным. Мы переключаем, например, на что? На калькулятор. Вот. Все, мы это вот так вот туда-сюда смотрим. Можем развернуть на полный экран. Опять-таки поиграть здесь и сюда вот сделать. Офигенно, друзья. И это не дает ни одна другая раскладушка. Очень круто. Ну и, конечно, есть работа с окнами. Вот мы играем. Хотим что-то там параллельно посмотреть, отвлечься. Запускаем телегу, например. Посмотрели, что там комментарии какие-то появились, не появились. Единственный косяк, что при открытии какого-то окна фпс снижается. Вот в игре, смотрите, у меня до 120 фпс. Вот счетчик это внутриигровой оповский. Но как только я запускаю что-то поверх, герцовка снижается до 60. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Но как есть. Может быть поправят это. Ну и, конечно, во время игры мы можем запускать что-то поверх. Ну, не знаю, вот фотки, например, посмотреть. Вот. Играем, играем, что-то отвлеклись. Пожалуйста, перешли, там фотографию посмотрели. Очень круто. Развернуть вот на полный. В общем, юзайте. Опа. Раскладушка в плане пола, конечно, пушка. Короче, софт этой раскладушки в плане взаимодействия с окнами, это лучшее, что я видел у такого формата. Компания в прямом смысле слова думала вне рамок и вышла за грани. У вас не только огромный дисплей для всяких всячин, у вас еще и гибкий софт, чтобы работать с большим массивом информации и данных в зависимости от ваших нужд. И все это в раскладном формате, друзья. Был вот телефон, стала раскладушка, и все это можно еще вывести там за грани. Круто вообще. И, кстати, пользуясь случаем, выражая недоумение, раскладушечным софтом Huawei при закрытии, вот смотрите, он открыт, закрыт, он не блокируется. И я нигде не нашел в прошивке опцию, как его можно настроить так, чтобы он блокировался при закрытии. Всегда нужно прожимать кнопку питания, если ты хочешь его выключить. Как по мне, это, конечно, очень странная тема. Раскладушка. Закрыл, пошел по своим делам. Нет, здесь надо же прожимать зачем-то. Вот у Oppo, например, есть три опции. Продолжить использование, ну, как у Huawei, либо дается несколько секунд, вот три секунды на то, чтобы ты смахнул и начал пользоваться внешним экраном, или сразу блокировка. Я вот настроил вот такой вот вариант, то есть закрыл его, тебе три секунды дается, чтобы смахнуть. Три секунды прошло, все, телефон заблокировался. Очень удобно. У Huawei какая-то ерунда. Ну, у Samsung тоже есть опция блокировки. Тягайся, все, он заблокировался. У Xiaomi вот тоже три опции, как у Oppo. Шесть секунд дается тебе на использование, либо сразу блокировка, либо продолжить с активным экраном. Вот, шесть секунд дает тебе Xiaomi, если что, он заблокируется сейчас. Блокируйся, все. Железо тут топовое. Snapdragon 8 Gen 2, много быстрой памяти. Я прогонял его в разных режимах, и результаты меня вполне устроили. Что по вычислительным ядрам в разных режимах, что по графическому ускорителю все хорошо. Причем в 3D Mark нагрев по батарее не превысил 38 градусов. Он реально никогда не ощущается горячим. А теперь посмотрите на результаты тестов в сравнении с конкурентами. Это Huawei Mate X3, Samsung Galaxy Z Fold 5 и Xiaomi Mix Fold 3. У Huawei тесты шли с автокликером, чтобы он не применял хитрые алгоритмы засыпания. Но что тут можно сказать? Xiaomi по вычислительным ядрам самый лучший. У Samsung и Oppo результаты похожи. Но по 3D тесту лучшим оказался Oppo. А Samsung и Xiaomi демонстрировали близкие результаты. С Huawei все понятно. Друзья, начинаем игровой блок с Brawl Stars. Сейчас объясню, почему именно с нее. Смотрите, телефон не прогрет, у него 120 FPS на максимуме, ну на пике там может быть. И играется приятно, классно. Тач отзывчивый, 240 Гц, внешние и внутренние экраны. Все круто. Круто. Теперь я захожу в игру Honkai Star Rail. У нас здесь все тоже очень-очень хорошо, пока телефон холодный. Вот 60 FPS, 56. Ну, маленькие рывки это не считается. Короче, играется приятно, вот в текущем состоянии. Максимальная графика? Все зашибись. И, кстати, такой нюанс есть. Если телефон не трогать, FPS снизится в 2 раза. Смотрите, сейчас 60, теперь у него будет 30, не выше. Нагрузка на ЦПУ снизилась. Вот я начал играть, и опять 60. Пару минут, друзья, побегаю буквально. И, кстати, вот этот вот прикол со снижением FPS, он дико бесит в Honkai, потому что я прохожу бои на автобое, то есть не касаясь экрана. И он снижает FPS 2 раза, все дико лагает. Поэтому приходится играть с пальцем на экране. Мне это вообще категорически не заходит. Не знаю, зачем они этот механизм сюда внедрили, его никак не отключить. Здесь вот опять вот лаги. Положил палец, все хорошо. Ну, шляпа же. Что за алгоритм? Кто это придумал? Наказать, осудить и лишить приемений. Ну вот, друзья, немножко поиграл. Снизилась яркость экрана. Я думаю, вы тоже это заметили. И почему она снизилась, кстати, непонятно. Вот я руками выровнял, все стало хорошо. Тоже вот, что за алгоритмы такие? У вас FPS снижается принудительно, когда пальцем не трогаешь. У вас почему-то яркость упала, хотя я играл. Почему она упала? Кто ей разрешил падать вообще? И я вижу, что FPS очень сильно просел уже. Вот, 50 FPS, 45 FPS. И это означает, что у нас случился лог FPS. Вернулся в Бравл Старс, и у нас что? У нас 50 FPS. Обычно, если телефон не сильно прогрелся, 55 FPS, но 50 FPS это означает, что он сильно нагрелся. А я что сделал? Я в Ханкае поиграл, ну всего ничего, там буквально два матча сыграл, немножко пробежался по карте. Но ему хватило для того, чтобы вот уйти в состояние такое экстренное, когда нужно срочно включать какой-то хитрый, стрёмный режим снижения FPS. Это вот тот самый лог FPS. Это не троттлинг, это лог. Загибайте пальцы, друзья. У нас случился лог, да? У нас самопроизвольно что-то яркость туда-сюда прыгала. И у нас почему-то вот в некоторых играх, в Бравле такого нет, в Ханкае, когда ты не касаешься экрана, у тебя FPS режется зачем-то в простое. Касаешься пальцы, у тебя всё нормально. Вот, смотрите, он остыл немножко и теперь 55 FPS стал. А если сильно поиграть, у него будет 45, по-моему. То есть у него 3 стадии лога. 55, 50, 45. Почему не 60? Ну, управление очень стрёмное, мне не нравится. Если кто-то из вас там считает, что ну какая разница, там почти 60 же. Нет, друзья, это очень неправильно. У нас крутейшее железо и так себя вести ни один смартфон не должен. А так ведут себя все телефоны ББК, вот последние, с крутым железом, с хорошим охлаждением, с отличными результатами троттлинга. Вы вспомните, какие у него там результаты троттлинга в синтетических тестах. Геншин импакт. Максимальная графика. И здесь он не пытается ничего там придумывать. Он вот сделал нам 36 FPS. 37. То есть, и не поймешь, то ли это лог, то ли троттлинг. Ну, судя по графикам троттлинга, он не должен показывать 36. То есть у него должно быть под 60, потому что мы видели в 3D-марке, да? Ну, здесь у него 37, 36. Почему так мало? Непонятно. Играет вроде, ну, нормально. Но, друзья, это же телефон за почти 2000 долларов. Большой экран, как бы хочется играть, да? А на деле у тебя что, в 30 FPS, что ли? Как-то не солидно. Хотя играет вот без этих, без рывков, без лагов. Но всего в 30 там с чем-то FPS. Не очень, конечно. Много, хотелось бы получше. И если не касаться экрана, FPS никуда не девается. Почему вот в Ханкае так, а тут нет такого? Или девается? Смотрите, 30 стало. Ну-ка. Не девается. Блин, ну нафига? Нафига это сделано? И вот эти всякие приколы, они не зависят от этого игрового центра. У вас все равно будет лог, независимо от того, играете вы через центр или нет. При этом, друзья, далеко не все игры получают лог. Вот я играю в War Thunder, уже пятая катка. И у меня, ну может быть там до 120. Вот 115, видите, в небе. Вот счетчик. OnePlus выведу. Это я играю без трассировки. С трассировкой будет все плохо. Но, факт есть факт, лока здесь нет. Если же я попробую запустить Brawl Stars сходу сразу, здесь у нас будет вон 50. То есть телефону плоховастенько в некоторых играх и он режет FPS. В некоторых не режет. Логики абсолютно никакой не прослеживается. Как заставить лог не проявлять себя в некоторых играх, я не знаю. Вот так идет без трассировки, если вам интересно. Ну, в районе 60 там после прогрева. А с трассировкой высокой, да, сделаем вот так вот. FPS. В районе там 25 получается по факту. Но очень красиво, конечно. Но железо, однако, не способно потянуть. Динамики офигенные. Еще и вибрация тактильная. Каждый выстрел слегка так вибрирует телефон. Шикарно, конечно. Ну и любители тундры будут радоваться, потому что здесь лог себя не проявляет. К счастью. Есть ли лог FPS в асфальте девятом? Есть, да. Вот 50 FPS здесь прямо сейчас лог. Действительно, я не угадаю, в какой игре есть, в какой нет. И это очень прискорбно. В CarX Street тоже есть лог. Счетчик, правда, с ума сходит. Ну, я видел там 50, и не выше. Что-то 40 показывает. Ну, в целом, игра требовательная. Я думаю, тут на большой FPS все равно рассчитывать не приходится. PUBG Mobile. Здесь есть опция 90 кадров в секунду при плавной графике. Можно поставить еще сглаживание 4Х. И мы видим, что идет она до 90 FPS. Замечательно, здорово. Предлагаю прогреть. Так, ну я прогрел телефон, поигрался. В Бравле уже 55 FPS, лог, то есть, случился. А в PUBG лога нет. Да, вот видите, там в районе 70-80 FPS. Я бы показал с удовольствием матч. Но так как я часто снимаю PUBG в обзорах и выхожу раньше окончания матча, у меня там какой-то теневой бан или что, короче, меня не дают ни во что играть. Говорят, ведите себя хорошо, и тогда позволим играть. Поэтому я могу запустить сейчас лишь режим тренировки. Обидно. Ну и напоследок Tactical. Здесь тоже есть вот лог FPS 55. Это не тротлинг, это лог. Прошу вас, божья, не путать. Я думаю, в принципе, достаточно. То есть, в каких-то играх все будет замечательно, в каких-то у вас будет непонятно, что происходить. И, конечно, такой большой корпорации, как БК, с ColorOS, которая идет и на Realme, и на OnePlus, и на Oppo, нужно с этим безобразием что-то делать. Потому что железо мощное, а то, что мы видим, не подается никакой логике. Особенно, знаете, было удивительно видеть такое у Realme GT5, где 24 гигабайта оперативки, Snapdragon 8 Gen 2, там какое-то крутое железо. И такое же вот абсолютно поведение под нагрузкой. То есть, вроде все хорошо, а вроде и хвалить-то как-то и нечего. Поэтому, игроманам рассматривайте с осторожностью. Батарея тут на 4805 мАч. Время работы обычно в районе 5 часов экрана. Получается, но вы учтите, что все эти дни я гонял в его фост и гриву. Думаю, если пользоваться размеренно, часов 6 должен выдать. И так можно сказать вообще про все раскладушки. Экран-то у них гигантский, провоцирует на многозадачность и игры. Заряжается он примерно за 40 минут. Это неплохое время для раскладушки. Беспроводной зарядки нет. И ОПА с Ван Пласс разные отмазки на этот счет. ОПА говорит, что беспроводная зарядка выделяет тепло. И в избежание перегрева они не стали ее здесь ставить. А Ван Пласс заявила, что быстрая проводная зарядка ловчее беспроводной. Поэтому они выбрали ее. Ну, типа, если поставить беспровод, то проводную зарядку пришлось бы сделать медленнее. Мне версия Ван Пласс, честно говоря, кажется более правдоподобной. Как на самом деле неизвестно. Но вообще у китайцев беспроводные зарядки не особо популярны. Теперь поговорим о камере. Состав и настройка модулей здесь могут поспорить и с самыми передовыми моноблоками. Основа двухслойный сенсор Sony IMX 888, что впервые применяется в раскладушках. Ультраширик умеет фокусироваться вблизи на расстоянии от 4 сантиметров, а телевик на 64 мегапикселя с самой крупной матрицей среди раскладушек предлагает трехкратное оптическое приближение и может снимать вблизи. У меня была куча раскладных девайсов. Вот только сейчас вы видите 4, а всего их около 10, наверное, уже, если не больше. И все они уступали моноблокам по камере, по фото и видео. Некоторые из них были очень крутые Vivo X Fold Plus, Huawei Mate X3, но все же они были классом ниже и не могли поспорить с общепризнанными камерафонами в формате моноблока, куда пихали все самое-самое. И вот настал момент, когда все самое-самое в разумных пределах запихнули в раскладушку. Ценой шайбы, разумеется. Но я пересмотрел все фотки с него, что я снимал, что снимал мой коллега. Кадры классные, очень живые, приятные цвета, минимальный перепад между модулями по цветопередаче, классный дальний зум и возможность фокусироваться вблизи на этом зуме. Еще недавно такое было невозможно представить в раскладушке, а теперь это реальность. Давайте посмотрим на сравнительные кадры. Друзья, я сделал большое количество снимков, но тайминг не позволит показать все. Если есть желание, скачайте с файла обменника, ссылка будет в описании. Это зум-фотография. Huawei всегда будет слева наверху, справа наверху всегда будет Oppo, справа внизу всегда будет Xiaomi, слева внизу всегда будет Samsung на вот таких вот четверных сравнениях. Итак, зум-снимок и здесь вы можете обратить внимание на то, что у Oppo есть глубина, есть бокешечка на его зуме, а у других она не прослеживается. У Samsung очень плоская картинка. Ну, кстати, я в боке попытался Huawei, но снимок не очень контрастный, мне кажется, у него. У Xiaomi, как я не пытался, фокус на цветок не попал. Фотография с окном на основную камеру. Баланс белого отличается у телефонов, я вижу очень сильно и внутри локация, и то, что за окном оттенки температурные плавают. У Samsung, обратите внимание, все очень шумное, прям вообще жесть, как шумное, а у других сработал шумодав. Мне кажется, в случае с Oppo он даже как-то перестарался. Хотя у Xiaomi тоже, я вижу, что все зализано, тут и там. Угол у Huawei очень маленький, гораздо меньше всех остальных. вмещается меньше, видите. О, смотрите, какая шторра у Samsung страшная. В этой сцене мне было интересно посмотреть, как вывеску эти телефоны отработают. Не справился Samsung, однозначно, вообще, что это такое розовое у него здесь появилось, такое искусственное. Пережок, не справился. Нормально сделал Oppo, немножко не дотянул, мне кажется, Xiaomi, ну вот прям почти-почти, и Huawei тоже сделал пережонку, только здесь она желтая, здесь она такая белая. Я думаю, остальные моменты по фотографии, они нам не важны. Ультраширик в темном помещении, если вот смотреть издалека, не приближая, то кажется, что Huawei молодец, потому что вот видный пол, да, и вроде остальные моменты так просвечиваются. Однако он, вот именно, что пересветил картинку, он не смог в источнике света, и у него картинка при приближении, она как бы мальновато посыпалась. Текстуру пола хорошо передал Oppo, попытался он в стены, я вижу, в Xiaomi. Темноватая картинка, но источники света лучше всего. Samsung какой-то ни рыба, ни мясо. Мне кажется, здесь никто не справился. Основная камера я, очень уставший, заболевший, поэтому понятие простить, вот, что я хочу сказать. Кстати, я здесь, по-моему, кушал на свой день рождения, да, друзья. Мне снова исполнилось 28 лет, можете меня поздравлять. Видите, какой радостный. Колпака еще не хватает сверху. Я здесь вижу Samsung, который мне что-то сделал с текстурой кожи. Ухловые немножко как-то размыто получилось. Оп, и Xiaomi на самом деле близко сфотографировали. По температурному балансу, мне кажется, Xiaomi более точен, все остальные куда-то в зелень ушли. По источникам света, вот здесь вот, дд пошире у Xiaomi. Да, вроде бы так. Ну, я здесь хочу сказать, что мне больше всего фотка нравится с Xiaomi. Хотя его очень близко к нему находится, по общему результату. Ну, и Huawei, в принципе, тоже могу похвалить. Короче, я не могу здесь похвалить, только Samsung ужасно. Фотография на основную камеру, здесь много различных источников света, посмотрите, вообще сложная композиция, но почему-то сфокусироваться не смог Oppo. Я сделал два кадра на каждый телефон, и оба кадра вот Oppo, они куда-то непонятно, куда фокус делся. То есть, сюда что ли, в левый верхний угол, почему он сюда ушел, я вообще этого не понимаю. В общем, у него то, что в центре, оно разбыто получается, поэтому оценивать крайне сложно. На ультраширике он не промахнулся уже никуда фокусом, поэтому мы можем смело посмотреть. Обратите внимание, насколько плохо опять Samsung по динамическому диапазону вот эта веточка у него недожженная, ухловые, перезженные, причем, посмотрите, у него еще такие артефакты появились. Пытался склеить, видимо, два снимка, но не получилось. Лучше всего по источникам цвета справился Oppo. Oppo. По цвету вот этой настойки я, к сожалению, не помню, как на самом деле было, но мне нравится, насколько цвета разные. Вот Oppo, такое оранжевое, что-то, и какая-то дриснял у Samsung. Прям вообще. Ну, опять же, очень много шумов у Samsung. Корейская раскладушка крайне слаба по своим фото, видео возможностям. Но даже кореец при достаточном освещении способен выдать очень приличный кадр. Это на ультраширик я снял, и мне здесь все четыре фотографии нравятся. Ну, да, у Samsung опять шумы, Oppo, все залезал вместе с Xiaomi, но тем не менее фотографии все вот четыре, мне кажется, вполне себе хорошие, рабочие, можно оставлять на память. Хотя я не знаю, зачем такое оставлять на память, какой-то закоулок разрисованный. Ну, ладно. Фара авто, освещающая стену. Здесь не дотянул вот по цвету стены Huawei, слишком выбелил ее. Samsung не справился с цветом фонаря, не смог в динамический диапазон вот этого вот элемента. У Oppo почему-то стена замазана, фокус опять что-ли куда-то не туда дал, я не понимаю, фокус у него что-ли здесь, почему он фокус делает не туда. Xiaomi здесь лидер, бесспорно. Так, сложные условия. Я здесь что вижу? Вижу, что источник света лучше всего у Oppo, но в то же время у него самая темная фотография, где вообще очень сложно что-то разглядеть. У Samsung все в шумах, но зато все четенько, детализация очень хорошая, перешарпил, но это к лучшему вот здесь. Хотя объем он потерял, очень плоская картинка на Samsung. Вот видите, у Huawei здесь паутинка к паутинке, так идет, у Xiaomi тоже паутинка можно увидеть, у Oppo, у Samsung нет. Баланс белого отличается еще у них. Сложно назвать лидера. Когда Oppo и OnePlus проводили PR-компанию этой модели, они напирали на Zoom в сложных условиях. И там были примеры фотографий девушки прям в плохих условиях и лучше всего фотографировал конечно же Oppo. И мы решили проверить, вот пару сюжетов воссоздали, ну попытались, да. Здесь свет есть, но тем не менее для Zoom обычно его недостаточно. И мы видим, что Samsung посыпался, то есть у него Zoom сам по себе довольно такой простой, плохой и не справился. Huawei кукла получилась. Xiaomi неплохо. Оп, что-то тоже разрисованное. Мне кажется, здесь в целом лучше всего справился Xiaomi. Это был дальний Zoom, что-то вроде около 10-кратного приближения. И кто здесь лучше всех справился? Оуу, что-то это... Xiaomi нарисовал нейронка, у Samsung все плохо, мыло. Наверное, Oppo лучше всех. Huawei цвета слишком много. Ну да, Oppo очень силен по своему зуму. Сравнил я несколько кадров и с iPhone. Слева iPhone 15 Pro Max, справа Oppo Find N3. Я снимал на пятикратное приближение, но iPhone показалось расстояние недостаточным, поэтому он снимал на цифровом приближении. А Oppo отработал телевик. Но, слушайте, для цифры пятикратное приближение у Xiaomi очень хороший результат, но в сравнении с реальным телезумом Oppo, конечно, это несравнимо. То есть, по деталям прям совсем. Вот, iPhone нужно перенастроить вот это вот расстояние, с которого он активирует свой телевик. Иначе, действительно, очень сложно добиться каких-то сюжетов, где он включается, собственно, потому что, например, я фотографировал еще напитки от Влада А4, дети мои купили. Снимал тоже на iPhone на пятикратном зуме, но не захотел на него снимать. Снимал на цифровом зуме с основы. Опять же, здесь полная победа Oppo. Ну, вот здесь, например, мне удалось добиться включения зума у iPhone, и результат уже гораздо лучше стал. Oppo, мы видим, нейронка поработала, все так нарисовано. У iPhone очень много шумов, но в целом текстура, объем, реалистичность, да, вот какая-то, она на стороне вот iPhone, хотя здесь темновато все же, но тем не менее, фотка слева, мне кажется, более рабочая, ее можно вот как-то дальше еще попробовать даже обработать. iPhone по-прежнему иногда ошибается с балансом белого, любит пожелтеть, но очень редко, кстати. Раньше это было прям частое явление, постоянное, теперь это надо еще постараться вот на такие условия. Но мне удалось воссоздать, вот, пожалуйста, он зажелтел. Здесь по балансу белого однозначно, опа, правильный, но, если смотреть на детали, на текстуру, то iPhone однозначно лучше. Здесь он уже не ошибся по балансу белого, мы можем вот посмотреть чисто текстуру, насколько она по-разному отработана. iPhone может в людей, это однозначно. iPhone, как вот снимал много лет назад лучше всех людей и продолжает это делать, очень хорошая фотография. Хотя многим нравится то, что выдают китайские флагманы, чтобы так вот все было разрисовано немного, ненатурально, типа красиво. Ну, опа, вам это, конечно, даст. Но если вам натуральность, то, пожалуйста, это iPhone. Ультраширик, ну, та же самая история у Oppo, все замазано, зализано, посмотрите, вот здесь вот, например, вот эти балки деревянные, ну, это вот чисто красиво, все замазали, шумов нет, все, типа, вот, все так стерильно, да, но я хочу объем и я хочу текстур, и этого Oppo мне не даст. Это дает iPhone. Да, у него шумы, но тем не менее есть и текстура. На шляпе вот текстура есть, ее нет у Oppo. На лице вот какая-то текстура, да, какой-то объем сохранился, а здесь просто какой-то блин у Oppo вместо лица. Ну, и вот тоже грудь видно, что вот с левого iPhone она так объемная, справа просто будто бы рисунок. И последнее сравнение, друзья, iPhone и Oppo. Здесь по цвету футболки, как минимум, оказался лучше Oppo. Но по текстуре лица iPhone и по тону кожи тоже iPhone. Я думаю, здесь не надо пояснять, все в принципе и так понятно. В общем, друзья, снял большое количество фоток, все будут на файлообменнике. Какой вывод хочу сделать? Ну, у Oppo однозначно очень сильная телезум-камера, а вот основа, ширик, ну, плюс-минус на уровне, там, как минимум, Xiaomi с Huawei. Ну, Samsung, понятно, проще всех, но Xiaomi Huawei иногда очень близко к Oppo находится. Xiaomi так вообще меня удивил, очень хорошая камера у Xiaomi, поэтому, если вас по каким-то причинам смущает Oppo, берите Xiaomi. Офигенная тоже раскладушка с большим экраном, с гигантским, производительная, нет всяких приколов, таких вот по alloco FPS, там, короче, рассмотрите и Xiaomi-шку тоже. Большинство Android-смартфонов плохо может в видео, но Oppo и тут смогла удивить. Классный аудиоряд, приятная картинка, эффективная стабилизация и относительно плавное переключение между модулями. Вот что предлагает данный девайс. Посмотрите. Oppo, Find N3, 4K, 30 FPS, в данный момент снимает ширик, с ширика есть автофокус. В этом режиме можно переключаться между всеми камерами основного фотоблока. в данный момент основная камера и телевик. Максимальное приближение в таком формате 20-ти кратное. И снова единица. Oppo, Find N3, 4K, 30 FPS, снимает фронтальная камера. Пример видео Oppo Find N3, основная камера, следом пойдут другие смартфоны. Смотрите, как он записывает. Фоксировка на руке, на голове, на руке. Не сразу ловит на голове. Это ширик. Зум. С этой же точки. Да, работает. Но света не хватает. Поэтому вот как-то так. Это ширик сейчас. А это Huawei Mate X3. Раскладушечка Huawei-ская без сервиса в Google. Так, фоксировка на руке. Вроде бы случилось. Лицо. Рука. Ну, тоже не сразу. Так, ширик. О, какой интересный перепад был. П-п-п. Вроде справился. Как-то рисковато переключается. Зум. Вроде тоже работает. Это ширик сейчас. Пример видео. Samsung Galaxy Z Fold 5. 4K 30 FPS. Баланс белого, конечно, у него сразу видно уже желтый. Вроде не лифт, а обоссал. Зачем-то здесь все. Да. Фокус тоже не сразу срабатывает. Может переключаться на ширик. На зум. И на зум может. Пример видео на Xiaomi Mix Fold 3. 4K 30 FPS. Тот же самый сценарий. Подхожу к руке Люфи. Фокус нервничает. То есть, до сих пор не может понять, что ему делать с рукой. На лицо. На руку. Ясно. На ширик тоже может переключаться. Это сейчас ширик. На зум. Ну, что-то нет. Что-то не хочет на зум переключаться. Может расстояние хватает, а может просто не может. Сейчас ширик. Выводы. Друзья, в своем телеграм-канале я говорил о том, что прекращу снимать обзоры раскладушек, потому что они стали однообразными. Прорыва нет. Интереса к ним тоже. И я бы сдержал обещание. Если бы не Oppo Find N3. За все время обзоров лишь три раскладушки меня по-настоящему покорили. Samsung Galaxy Z Fold 2 как самая первая. Пусть и убога. Vivo X Fold Plus как очень навороченная, напичканная по самое неболой. И вот Oppo Find N3. По камере он ощущается не хуже, чем Oppo Find X6 Pro. Но при этом он еще и раскладушка с уникальными возможностями интерфейса, что использует внутренний экран невообразимым способом. Получается, что это круто оптимизированная раскладушка без складки и с великолепным звуком. Нужно лишь убрать лог-фпс и тогда будет идеально. Ждем официального старта продаж в России этой раскладушки. А за китайскими версиями вам в гаджет-лавку. Ссылка в описании. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений, мобилтелефон.ру. Пока-пока и скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин